МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Девять погибших, один из них – ребенок. Как не пополнить печальную статистику жертв водоемов? Городской музей вошел в число финалистов первой национальной премии в области музейного дела. Спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я» прошел на стадионе «Юниор». Далее расскажем обо всем подробно. 700 гектаров сельхозземель планируется очистить от борщевика Сосновского в регионе в этом году. По подсчетам специалистов, он занимает около 6,5 тысяч гектаров. Наихудшая ситуация по борщевику сложилась в Сосновском округе. Там он занимает 928 гектаров. Далее идут Семеновский, Чкаловский, Борский и Кстовский округа. Проблему с этим растением стали активно обсуждать на федеральном уровне. В ближайшее время, наверное, Госдума примет закон, в котором это растение будет признано инвазивным, то есть причиняющим вред здоровью людей, и с ним бороться будет проще. Но вообще в целом утверждена правительством Нижегородской области дорожной карты, где разбиты функции, задачи и полномочия органов власти. И каждый занимается, в общем, своим направлением. Минсельхоз отвечает за обработку борщевика на пустых площадях. Органы местного самоуправления борются с растением в своих населенных пунктах. Придорожными полосами занимаются собственники федеральной, областной или муниципальной дорожной сети. Если на вашем участке растет борщевик, убирать вы его должны самостоятельно. Мы надеемся на вступление в силу федерального закона. Скорее всего, там будут предусмотрены и финансовую помощь и муниципалитетам, и областному бюджету. Но и будут, самое главное, определены, наверное, органы, которые будут за этим внимательно следить и будут наказывать, в том числе и штрафами, тех, кто не выполняет эту работу. В прямом эфире Центра управления регионами Николай Денисов также прокомментировал рост цен на молоко, несмотря на увеличение производства надоя. За последние пять лет мы приросли на 70 тысяч тонн, и самообеспечение у нас с 80% достигло 87%. Но связывать, например, стоимость продукции, не увеличение продукции с ростом производства, ну, здесь никак нельзя. Ну, в растеневодстве каким-то образом, наверное, это связано. Чем выше урожай, если погодные условия позволят использовать весь наш потенциал, там, да, при росте урожайности продукция несколько снижается. А вот по животноводству, ведь нужно просто себе представить, что каждый килограмм молока, он чего-то стоит. Стоит определенных ресурсов. И они практически, эти ресурсы, они тоже не стоят на месте, они возрастают в цене. До 2030 года работает несколько программ по улучшению жилищных условий сельских работников. Они необходимы для привлечения и укрепления кадров. В регионе также реализуется множество программ поддержки сельского хозяйства из приоритетных направлений – производство молока, зерна, овощей и растеневодства. Основные такие виды поддержки – это, конечно, льготное кредитование, востребованное агропромом, и субсидии на приобретение техники, которые показали в последнее время свою эффективность. И они практически остаются без изменений. Единственное, что добавляется только средства бюджетные. В целом на этот год предусмотрена финансовая помощь в объеме 6,1 миллиарда рублей. В основном это областные деньги – 4,2 миллиарда. И 1,9 миллиарда – это средства федерального бюджета, в том числе и включая программу КРСТ. Со всеми доступными программами и мерами поддержки можно ознакомиться на сайте Министерства сельского хозяйства, в официальных аккаунтах в соцсетях или у специалистов районного управления. В Нижегородской области с 27 мая по 3 июня спасатели зарегистрировали семь происшествий на водоемах. По данным МЧС, погибли 9 человек, в том числе один ребенок. Основной причиной стало купание в необорудованных для этого местах. 60% утоплений происходят в нетрезвом виде, а дети и подростки нередко гибнут из-за того, что за ними плохо смотрели родители. Призываем повторно провести со своими детьми инструктаж об особой опасности при нахождении на водных объектах. Напомните им, что ни в коем случае нельзя находиться у воды одним, без присмотра. И с наступлением купального сезона в обязательном порядке используйте только специально оборудованные для этого места, где осуществляют дежурство спасателя, медицинские работники, которые в любую минуту могут оказать вам помощь. При купании запрещается заплывать за границы разрешенной зоны, подплывать к лодкам, катерам, катамаранам, нырять и долго находиться под водой, прыгать в незнакомых местах с причалов и других сооружений. За полтора-два часа перед заплывами лучше поесть легкую пищу. Если при купании свело ногу, ее необходимо распрямить силой, взявшись рукой за большой палец стопы и потянув его на себя. После прекращения судорог необходимо сменить стиль плавания, некоторое время полежать на спине, массируя руками ногу, а затем медленно плыть к берегу. Если человек хлебнул воды, ему нужно приподнять голову над водой и откашляться. Энергичные движения рук и ног помогут удержать тело вертикально в воде. Уважаемые нижегородцы, выполнение данных правил позволит сохранить жизнь вам и вашим близким. Помните, ваша безопасность – это ваша ответственность. Согласно анализам Межрегионального управления номер 50 ФМБА России, неудовлетворительные результаты по микробиологическим данным показали воды из протяжки и Филипповских озер, пробы из прудов Борового и Балыковского, реки Сатис в районе лодочной станции соответствуют гигиеническим нормативам. Напоминаем, что в Сарове купальный сезон официально еще не открывали. Легендарные картины и малоизвестные полотна в стиле социалистического реализма. Всех их объединяет одно – тема семьи и детства, взаимосвязи поколений, домашнего очага и сохранения традиций. Выставка «Семейная история» открылась в парке на улице Сосина в День защиты детей. Экспозиция демонстрируется одновременно в 26 атомных городах и приурочена к Году семьи. Я абсолютно уверен, что данная выставка позволит всем жителям нашего замечательного города не только приятно проводить время в нашем детском парке, но и приобщаться к прекрасному, к искусству. Одним словом, всем добро пожаловать. Уличная выставка сформирована из 20 произведений выдающихся отечественных художников рубежа XX и XXI веков, чьи картины хранятся в крупнейших музейных коллекциях. В экспозиции представлены полотна таких авторов, как Федор Решетников, Юрий Пименов, Аркадий Пластов, Юрий Кугач и других. Полотна рассказывают о семейной любви, цикличности жизни и родительстве, об удивительном мире ребенка, о мудрости и заботе старшего поколения. Некоторые картины сопровождаются стихотворными строками, что усиливает эффект от восприятия изобразительного искусства. Золотой фонд советского искусства, который здесь представлен, собрался художников разных поколений, художников, большая часть которых работала в направлении социалистический реализм. Мы сейчас не видим практически на выставках фигуративную живопись, сюжетную живопись, которая здесь представлена и запечатлена в работах народных художников Советского Союза. Выставка «Под открытым небом. Семейная история», проект программы «Территория культуры Росатома» и агентство «Выставком». После торжественного открытия гостям провели небольшую экскурсию по выставке и рассказали подробнее о нескольких работах. Теперь искусство стало ближе к горожанам, и полюбоваться картинами известных художников может любой желающий. Состоялось совещание выездное, приезд президента России в Тверскую область, где опять поднимались вопросы культуры, о том, как ее нужно развивать. Там очень много говорится о том, что впереди у нас очень большая работа именно по развитию отечественной культуры. Поэтому «Территорию культуры» огромное спасибо. Огромное спасибо, на самом деле, что у нас появляются новые локации. Это приятно. В День защиты детей в парке Сосино также прошла игровая программа для маленьких посетителей и конкурс рисунков «Моя семья». В этот же день праздничные мероприятия прошли и в парке имени Зернова. Красивая финальная точка в большом интеллектуальном состязании. На станции юных техников наградили участников Второй городской олимпиады по ментальной арифметике «Абакус-2024». Порядка 80 ребят от 6 до 10 лет получили дипломы и подарки. В зале учреждения было многолюдно и шумно. Порадоваться успехом своих чат пришли родители, друзья и родственники. Я надеюсь, что все знания, про которые я вам говорил на открытии, вы все показали. И я думаю, что есть к чему стремиться. И следующий год будет достаточно продуктивный в плане занятий, в плане тренировок, ну и, конечно же, выступлений на разного рода соревнованиях. Я думаю, что этот год для ментальной арифметики у нас прошел достаточно плодотворно, творчески, с успехом именно на выездных соревнованиях. В этом году учащиеся показали себя и защитили честь Сарова на двух выездных соревнованиях. На первом всероссийском чемпионате по ментальной арифметике «Золотое кольцо России» каждому участнику предстояло пройти семь этапов за 13 минут, решить 320 примеров. Саров представляла команда станции юных техников из девяти человек. Андрей Иванов стал лучшим в своей группе и завоевал титул чемпиона. Это очень интересно. Вот рекомендую вашим детям ментальную арифметику. Это очень интересно, это увлекательно, это полезно считать. Вот формулы разные есть, вот младших, старших, микс формулы еще есть. И многие люди. Вот ты рад своим успехом? Я рад, я очень рад. Это было волнительно. Наша Олимпиада проходила в конце 10 дней мая. Это было волнительно немного, но я сложила себя в руки и я получила первое место. Успехи показали Варвара Емельянова и Алиса Асинская. Они занимаются лишь первый год. На всероссийских соревнованиях они заняли 14-е и 15-е место. Много примеров. Слишком много, да, было? Ага. А у меня, я немножко забивалась счетом. Это увлекательно. Это, это как бы такой мой интерес. Я всегда любила на матчика ходить. Так же, как у Алисы. Одной из ярких фишек мероприятия стал флэш-баттл, где дети соревновались в скорости счета. Примеры решали ментально. За короткое количество времени ребята должны были правильно посчитать и написать ответ. На церемонии награждения были творческие номера и поздравления педагогов от родителей. Теперь учащиеся будут готовиться покорять вершины ментальной арифметики в следующем году. История городского проекта «Профтренд» началась с 2015 года. Сначала в течение учебного года проходило 2-3 мероприятия в классических форматах. Встреча и общение с представителями ядерного центра, экскурсии. Через год-два проект вырос и получил новое направление развития. В рамках «Профтренда» появился театральный марафон профессий, который был ориентирован на воспитанников детских садов и их родителей. Потом организаторы стали думать о том, как увлекательно рассказать о профессиях рфиац в НИЭФ школьникам старших классов. Чтобы немножечко эту тайну-завесу приоткрыть, с Анной Станиславной Покровской мы начали придумывать интересные форматы. Сначала оттолкнулись от атласа профессий в НИЭФ. Потом добавили профориентационные гостиные. Встреча по принципу что где когда, но еще вопрос зачем. Дальше у нас появились дневники увлекательных наук. На днях увлекательных наук ребятам показывали специфику работы различных подразделений в НИЭФ. Еще одно направление профтренда – ШВП, школа-возпредприятие, которое проходит три года на базе СРФТИ. Занятия ШВП проводят студенты под руководством преподавателей с числа сотрудников ядерного центра для учеников 8-10 классов. За время проведения проекта, а это 9 лет, у нас 7800 участников детей и взрослых, более 70 сотрудников арфеоценеев, более 30 предприятий, партнеров и 129 мероприятий. Ну вот так вот казенно назовем это мероприятиями, все наши встречи, занятия, циклы. Проект «Профтренд» стал призером Всероссийского конкурса образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования. Конкурс организовало Министерство просвещения Российской Федерации. В номинации «Отраслевые практики профориентации» Саровский проект занял второе место. «Профтренд» в интересных форматах рассказывает школьникам о сложных вещах, показывая, насколько наука может быть увлекательной и нескучной. Я гуманитарий, но мне все равно очень интересно присутствовать на таких встречах, узнавать о новых профессиях. Ну то есть я, например, не задумывалась, например, о тем, чтобы стать каким-то ядерщиком или физиком. И я всегда смотрю на этих людей, и как они вот выучили эту физику, математику, я не представляю. А сейчас они там, у них лазеры, пробирки». В следующем учебном году организаторы проекта «Профтренд» планируют проводить для школьников новые интересные и познавательные мероприятия. Людмила Николаевна Земляникина работает в городском музее более 24 лет. После того, как женщина завершила трудовую деятельность в Овнеев и ушла на пенсию, заняла должность музейного смотрителя. Людмила Земляникина отвечает за зал, посвященный истории Великой Отечественной войны. А еще женщина разбила небольшой цветочный сад около музея. Здесь она бережно ухаживает за обильным количеством растений. И эта красота неизменно радует глаз горожан, которые проходят около городского музея. «Более 30 лет проработала в Овнеев, ушла на пенсию и пришла в музей смотрителем. Работаю я в зале, посвященном Великой Отечественной войне. Этот зал, конечно, для меня очень дорог, потому что мой отец был участником Великой Отечественной войны». Национальная премия в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева прошла впервые в этом году. Профессиональная награда объединила все аспекты музейного дела – исследование, сохранение, интерпретацию и представление материального и нематериального наследия. Из 16 номинаций шесть были посвящены музейным профессиям. Саровский городской музей не остался в стороне и тоже заявился на премию. В номинации «Музейный смотритель» на суд жюри отправили историю Людмилы Земляникиной. «Мы расписали, рассказали все, как было, как Людмила Николаевна вносит какой вклад, и как мы рады, что среди нас такой сотрудник, тем более в этом году исполняется большая дата, юбилей. И представляете, среди 700 заявок сотни была отобрана, и в этой сотни попали и мы». Городской музей вошел в число финалистов премии в номинации «Музейный смотритель» и встал наряду с крупнейшими музеями России. Церемония награждения прошла в Москве. «Замечательно, знаете, что из всех нижегородских музеев только два музея победило. Представляете, так, скажем, прорыв-то наш. Или, например, из Росатома. Все города Росатома – это мы, только были один город, наш музей, который тоже вышел в такую национальную премию». У городского музея еще одно радостное событие. В выставочных залах обновили стенды и витрины для экспозиций. Это стало возможно благодаря тому, что музей вошел в число победителей национального проекта «Культура». Мы получили новое оборудование. Оно уже получено. Часть из него введена в эксплуатацию. Мы здесь видим в выставочном зале практически все витрины у нас новые. И часть витрин расположена в экспозиции музея, если пройти по залам. Часть оборудования еще только настраивается, и встреча горожан с ним ждет впереди. Мы очень рады этому приобретению. Деньги выделены из средств федерального бюджета. И для нас это не просто новые витрины. Для нас это возможность создавать новые выставки, которые будут интересны горожанам всех возрастов. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Александр Волков, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Заслуженный художник Российской Федерации. Доцент Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. Художник продолжает традиции русской реалистической школы живописи. Александр Волков очень любит путешествовать. Он создает серию работ по наиболее запомнившимся и полюбившимся местам. С особой тщательностью художник подчеркивает архитектуру зданий, прорабатывая каждую деталь. Александр Павлович Волков пишет родную старину. Владимирская область, Кострома. И вот замечательно, что некоторые даже люди оставляют отзывы и восхищаясь этими работами. Казалось бы, совсем недавно мы с вами это видели. У нас вот в округе есть, выезжаем, и в селах такие дома стоят. Такие вот какие-то постройки, такие уютные, деревенские. И в то же время какая-то милая банька, там речушка, поля, луга, просторы, вот эти вот необъятные оки. И люди пишут, что это московские отзывы о выставке, и они пишут, какое счастье вот эти домики. Как это бы хорошо было пожить там. То есть люди скучают об утраченном. Древняя Русь – родная старина. В картинах Александра Волкова все проникнуто любовью к русскому краю, к родным просторам, духовным народам, традициям. На полотнах изображены храмы и монастыри, просторы лугов и рек, очарование маленьких деревушек и сельских пейзажей. Каждая работа – целая история того места, которое запечатлено художником. Также у него хорошие натюрморты, и мы знаем целую серию праздничных натюрмортов. У нас вот недалеко как раз представлена работа «Пасхальный стол». И у него очень много мотивов, как раз связаны с древнерусскими такие мотивами, древние праздники, церковные утвари, виды внутренние, например, вот как здесь «Спас нерукотворный». И замечательно там написаны строки, то есть картина называется «Ну будет теплица свящая предспаса радостной иконой». На персональной выставке Александра Волкова представлено порядка 30 работ. Познакомиться с ними можно в городском музее до 3 августа, без возрастных ограничений. Еще при жизни Александр Сергеевич Пушкин вдохновлял деятелей искусства и культуры. И сегодня феномен его личности объединяет людей по стране и всему миру. В честь 225-летия со дня рождения поэта в сквере у детской библиотеки образовалась квинтэссенция творчества. В рамках грантового проекта «Это твой город, это мой город» читатели учреждения, учащиеся и педагоги детской художественной школы и детской школы искусств номер 2 собрались на Пушкинский пленэр. «Пушкин, когда писал стихи, очень часто делал такие зарисовки небольшие, как сейчас бы сказали, в стиле скетча. Пушкинские скетчи, он не был, конечно, профессионалом, но даже это он делал очень талантливо, с определенным характером, где-то с юмором, где-то с лирической ноткой. И до сих пор пушкинской манере такого рисунка пытаются люди подражать». Участникам Пушкинского пленэра предложили нарисовать графический рисунок «Белку у ели» и «Сказки о царе Салтане». Руководили процессом педагоги детской художественной школы. В фойе самой библиотеки разместили выставку одной картины Светланы Захаровой с аудиосопровождением, в котором артист Саровского драмтеатра Артем Жуков читает стихи Пушкина. «Я считаю, что это прекрасное мероприятие, которое вовлекает как учащихся художественной школы, так и детей нашего города. Мы рисовали сегодня графическую зарисовку, работали как карандашом, сначала простраивали, затем мы перешли к гелевой ручке, линеры, маркеры». По словам организаторов, главной целью пленэра было рассказать о том, какую роль играет культура, люди творческих профессий в жизни города, развить творческое начало и организовать летний досуг. На пленэре также присутствовали представители Департамента культуры и искусства Сарова. «Сегодня ведь не только день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 225 лет мы празднуем. Сегодня еще и день русского языка. А вы знаете, что очень большое количество людей, которые живут в мире, разговаривают по-русски, на русском языке. И мы занимаем по рейтингу, вот те, кто говорит на русском языке, пятое место в мире. Это удивительная совершенно вещь, потому что представляете, какое у нас большое количество. И как нам важно русский язык сберечь, как важно сберечь нашу культуру, которую мы с вами, надеюсь, очень любим, познаем каждый день. И всегда как бы удивляемся тем шедеврам, которые создают творческие люди». Елена Рогожникова также проанонсировала участникам пленэра насыщенную культурную программу на весь июнь, начиная с Пушкинского праздника в городской библиотеке имени Маяковского, заканчивая празднованием Дня города. Сарову в этом году исполняется 70 лет. У Елены Громовой дома воспитывается австралийская овчарка по кличке Шармер. Хозяйка рассказывает, что собака очень активная, любит играть и бегать, с удовольствием общается с детьми, по-доброму относится и к другим людям и животным. В глаза сразу бросается красота овчарки. Когда Елена впервые увидела такую породу, то сразу решила завести такую дома. В кинологическом празднике «Собака плюс я» Шармер участвует уже в третий раз. Дрессировка очень хорошая. Эта собака – одна из самых интеллектуальных пород, считается. И по дрессировке она очень быстро и активно себя чувствует. У меня кот. Он облизывает собаку, собака облизывает его. Они вместе спят. Собака, когда спит, собирает около себя все игрушки. Ему это нравится. Спасибо, что он такой любым ребенок. Четвероногие разных пород и окрасов – длинные и короткошерстные. Спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я» проходит в Сарове в одиннадцатый раз. На стадионе «Юниор» собралось порядка 70 участников, которые проявляли свои качества в разных конкурсах. В этом году на праздник заявились как уже опытные владельцы собак, так и новички. Это открытая выставка собак плюс наши конкурсы. Это ребенок и собака, конкурс костюмов. Есть новенькие, есть старенькие. Очень рады видеть новеньких и рады видеть стареньких, потому что уже проводим одиннадцатый раз. Есть редкие породы. Вот, к примеру, у нас есть венгерская овчарка здесь, пуля. То есть таких вообще мало в России, а у нас она есть. Потом, ну остальные, наверное, все известные довольно-таки породы. Больше таких-то прям вот редкостей и нет. Очень рады, что в этот раз у нас метисов тоже нормально. Обычно у нас их очень мало, по одной, по две штуки, хотя мы для них тоже проводим. В этот раз у нас их побольше. По-моему, собак пять записалось. В программе праздника была выставка породистых и беспородных собак. Четвероногих оценивали в различных номинациях эксперты и судей из Нижнего Новгорода. По их словам, уровень саровских собак остается высоким из года в год. Я уже не первый год в Сарове, и здесь собаки очень хорошего качества. То есть с удовольствием сюда приезжаю, с удовольствием оцениваю собак. Есть очень достойные собаки, которые способны побеждать на выставках в более крупном уровне. Мы оцениваем породность головы, правильное строение корпуса. На празднике можно было пообщаться с владельцами собак, поговорить об особенностях той или иной породы и просто погладить четверногих питомцев. Волонтеры собирали помощь для приюта Мурдом. Также для гостей подготовили выставку продажу зоотоваров. Дети могли сделать аквагримы поделки, провести время в игровой зоне. Все участники праздника получили подарки. В конце мероприятия наградили всех победителей конкурсов. От античности до наших дней проделали путь участники квеста «Путешествие сквозь время». Его организовали педагоги молодежного центра для своих воспитанников в преддверии 1 июня. Участники разделились на четыре команды, которым предстояло пройти станции, собрать все ключи и артефакты. Квест наполнен различными заданиями. Например, во временах античности нужно детям угадать животных по следам. Также на каждой станции есть определенное задание, которое знакомит их с временным отрезком. На одной из станций дети отгадывали предмет, спрятанный в черном ящике. На другом проверяли свою меткость на необычном дарте. Больше всего понравилась эта цель, потому что там дают халявные монетки, и попадать очень легко. Так-то квест очень хороший. Мы узнали, что в 80-х годах был изобретен первый парашют. Мы пытаемся шарик заходить в центр. Ага, получите за это что? Ну, ключ. Будете получать ключи. Расскажи, много ли вы станций уже сегодня прошли? Ну, я думаю, это последнее. Нам квест очень понравился, познавательный. Мы узнали очень многое о 80-х, 90-х и многих станциях. Ага, я вот смотрю, ваша команда уже отдыхает. В одни из первых прошли веселье? Да, так и есть. Мне кажется, мы собрали все монеты, потому что у нас ни один не промазал игрок, не подвел команду. Все команды дошли до финиша. Ребята получили массу положительных эмоций, узнали интересные факты о разных эпохах, проверили свои знания и силы. Каникулы в молодежном центре в самом разгаре. На протяжении всего лета организаторы будут приглашать детей и их родителей на развлекательные мероприятия. Желаю детям позитива, креатива, оставаться такими же эмоциональными, жизнерадостными, успехов во всем и прекрасного лета. Столкновение с лосем равносильно удару о бетонную стену. Масса крупной особи достигает 600 килограммов. Легковой автомобиль после такой аварии чаще всего восстановлению не подлежит. Животное почти всегда погибает от травм. В конце весны и в начале лета лоси активно мигрируют. За городом Сахаты нередко выбегают на дорогу, а водители не успевают среагировать и затормозить. Поэтому стоит быть предельно внимательными за рулем, особенно в зоне действия специальных знаков. Нарушение водителя может быть в том случае, точнее будет в том случае, когда еще имеются, как у нас в городе, предупреждающие знаки. То есть осторожно, возможный выход на дорогу диких животных. То есть надо быть особо внимательным. Особенно если лесополоса исключает возможность контакта. Возможность водителя просматривать на какое-то состояние в лес. Более 50 ДТП с дикими животными произошло в регионе с начала года. В Сарове за этот период аварии не зарегистрировали. Однако, по словам госавтоинспектора, они случаются каждый год. В Минлесхозе также напомнили, что подходить к сбитому зверю опасно. Животное нельзя забирать. Это приравнивается к незаконной добыче. Размер ущерба за сбитого лося – около 80 тысяч рублей. Даже если авария произошла вне зоны действия знака. Он полностью покрывается полисом ОСАГО. На прошлой неделе в Сарове зарегистрировали 10 ДТП с материальным ущербом. Два – с пострадавшими. На улице Бессарабенко женщина-водитель управляла автомашиной «Шкода Рапид». Не ступила дорогу мотоциклисту с поворотом налево. К результате столкновения мотоциклист получил телесное повреждение, был госпитализирован. На южном шоссе 34-летний водитель на Киа-Рио превысил скорость и не учел условия движения. Потерял управление и съехал с дороги и опрокинулся. С травмами мужчину госпитализировали в КБ-50. Дарья Кузина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин